Добрый день! В связи с наступающим постом Йом-Кипур, хотелось бы упомянуть несколько важных законов, связанных с тем, что мы обязаны поститься. Итак, в Шелхонорухе, в своде законов, написано, что поститься должны все, в том числе беременные, в том числе кормящие. Так? Это, что называется, закон. Теперь так, с другой стороны, если существует опасность для жизни и здоровья, тогда нужно не поститься или поститься частично, то есть есть только небольшие какие-то порции жидкости и еды через промежутки времени, как мы указали в статье, которая будет указана в ссылках после блога. Теперь, когда и как нужно себя вести? Нужно обязательно сделать две вещи. Во-первых, нужно спросить у врача. Очень многие задают вопросы, а как быть с постом в Йом-Кипур? А вот у меня там гипертония, а у меня сахарный диабет, а у меня просто слабость, когда я пощусь долго, и у меня потом в конце начинает болеть голова. По всем вопросам нужно посоветоваться с врачом. Понятное дело, что те, у кого есть сахарный диабет, им нельзя поститься. В принципе, основное указание. Тем, у кого есть гипертония, нужно тоже знать, как делать так, чтобы не потерять жидкость в организме. Обо всем нужно поговорить с врачом. Но не все врачи понимают важность поста Йом-Кипур. Поэтому желательно, когда вы советуетесь с врачом, потом посоветоваться с раввином. А лучше всего, чтобы врач был богобоязненный, и при этом он работал в консилиуме вместе с раввином. То есть, у нас в городе существуют буквально часы приема раввинов вместе с врачами, когда обсуждаются каждый конкретный диагноз, и по поводу этого диагноза выносится решение, как каждому конкретному человеку, мужчине или женщине, с тем или иным диагнозом себя вести в пост Йом-Кипур. Почему? Потому что, с одной стороны, Йом-Кипур – это очень важно. И пропаститься в Йом-Кипур – это самое важное. То есть, человек должен стараться, например, если он будет пить что-то, но при этом пойдет в синагогу. Или он будет лежать, при этом не будет ничего пить, но в синагогу не сможет пойти. Так, Хазуниш говорил, что важнее пролежать весь Йом-Кипур, не ходить в синагогу и пропаститься, чем находиться в синагоге, молиться и при этом не поститься. Поэтому, для того, чтобы вот в этой шкале суметь соблюсти максимум, то есть, и пропаститься, и помолиться, и сохранить здоровье, что не менее важно, чем пропаститься. Потому что нельзя устражать в посте, но при этом облегчать опасность для жизни. Это не… это называется устражение, которое приводит к облегчению. Это не закон Тора. Это не то, что Тора от нас хочет. Поэтому все… вот сейчас, сегодня седьмое Тишре, есть еще время проконсультироваться с лечащими врачами. И обязательно нужно после этого проконсультироваться с Равином и потом опять с врачом, чтобы у вас было понимание, что вы делаете в разных случаях, в разных ситуациях, которые с вами могут произойти в Йом-Кипур. Те люди, у которых есть какие-то хронические диагнозы, обязательно должны к этому подготовиться. Теперь по поводу беременных и больных. По поводу беременных и кормящих, прошу прощения. Значит, беременная женщина по закону должна поститься. Теперь, если есть какая-то опасность для нее или для плода, тогда она не должна поститься. Поэтому нужно проконсультироваться с лечащим врачом и понять, какие у нее анализы крови, другие параметры. Я не врач и не берусь быть врачом. Поймите меня правильно. Я просто говорю, что нужно обратить внимание на ее состояние. Это первое. Посоветоваться с врачом, как быть в ее состоянии конкретном. И нужно подготовиться к посту. Опять же, как готовиться к посту, у нас в статье указано. Вот есть три дня остались до начала поста. Значит, нужно за сегодня, ем решен, за завтра ем шини и за ем шлиши, за вторник, значит, воскресенье, понедельник, вторник, до захода солнца, нужно готовиться. Есть густые овощные супы, есть крупы, есть пить много воды и так далее. Посмотрите в рекомендациях доктора Покторовича у нас в статье. И тогда, если подготовить себя, насытить организм всеми теми веществами, минералами, водами, которые, так сказать, будут, которые указаны у нас там в рекомендациях, тогда пост сможет беременна, скорее всего, если она здорова, если у неё всё нормально, с ней, с плодом и, в принципе, все показания нормальные, она сможет спокойно принести этот пост. Теперь, если есть какие-то противопоказания, мы ничего не говорим, нужно обязательно проконсортироваться с врачом. Но нужно к посту подготовиться. По поводу кормящих то же самое. С кормящими тяжелее. Почему? Потому что, так сказать, они теряют жидкость за счёт того, что есть кормление. Значит, опять же, нужно посоветоваться с врачом. Может быть, в этот день не кормить. То есть, может быть, чтобы не потерять молоко, сцеживать, но при этом сцеживать, не собирая молоко, а чтобы оно уходило в раковину, например. То есть, взять вот этот вот мащевый насос, которым сцеживают, им сцеживать им не в бутылочку, а в раковину. Это нужно проконсультироваться уже, так сказать, с раввином. Как быть? Мы обычно говорим, что если нужно сцеживаться, при этом, так сказать, нет достаточно молока, чтобы накормить ребёнка, поэтому нужно сделать ему смесь, дать ему столько, сколько есть. Например, значит, дать, в принципе, покормить ребёнка. Нет достаточно молока, сделать ему смесь. Теперь, если по какой-то причине ребёнок вообще не ест, и нужно сцеживаться в шаббат или в Йом-Кипур, значит, нужно сцедиться так, чтобы молоко не собирать, сцедиться в раковину, да. Теперь, если это что касается кормящих. Опять же, если есть показания врача, и врач говорит, что нельзя этой женщине поститься по какой-то причине, значит, нужно послушаться врача, проконсультироваться с раввином, может быть, есть по чуть-чуть и так далее. Это уже нужно знать у каждого, свои нюансы. Значит, если беременные на девятом месяце, как правило, пост является стимуляцией родов. То есть, за счёт того, что они постятся, это приводит к тому, что начинаются схватки, и много очень больниц, многие больницы в Израиле полны роженицами, которые приезжают в Йом-Кипур. Значит, если есть схватки, начинаются в Йом-Кипур, значит, нужно ехать в роддом с мужем, да, бросать молитву, ехать. Понятно, да, это никому не надо объяснять, элементарные вещи. К чему я, в принципе, хотел сделать весь этот пост, блог, к тому, что врачи не все понимают, что такое Йом-Кипур. Раввины не все понимают в медицине. Значит, нужно найти того врача, который понимает, ради чего вы хотите поститься, и у него спросить, какое ваше состояние. И нужно проконсультироваться с таким раввином, который понимает в медицине, и который понимает, что... Шамидзи понимает в медицине. Понимает, что ему говорят, что означает каждый диагноз. Нужно проконсультироваться с компетентным раввином, с компетентным врачом, и тогда принять решение, как быть в Йом-Кипур. Самое главное, подготовиться, это касается всем. Подготовиться всем к посту. Основная наша задача, почему есть заповедь кушать 9-го, это считается, как будто мы постились и 9-го, и 10-го. Да? Потому что мы должны подготовиться к посту в течение 9-го, чтобы поститься 10-го, и не думать о еде, о питье, а думать о чуве, о близости ко Всевышнему, о служении Всевышнему, о исповеди, да? То есть, о тех, по сути, важных вещах в Йом-Кипур. Каждая минута в нем дорога. Жалко ее терять. И поэтому нужно подготовиться. Это касается всех. Подготовьтесь, кушайте хорошо, питательно в течение ближайших трех дней, дабы в среду вы могли хорошо пропаститься, почувствовать, что вы постились, служили Всевышнему по максимуму, и чтобы мы все были записаны, запечатаны на замечательный, хороший, счастливый год. Спасибо большое. Продолжение следует...